Заявление МИД Франции 16 апреля о том, что Путина не приглашают на 80-летие высадки в Нормандии – это демонстрация непризнания так называемых «выборов в РФ» и пролог к разрыву дипотношений. Причем не только Франции. Стоит также обратить внимание на даты. Торжества в Нормандии пройдут 6 июня. 15-16 июня – саммит мира в Швейцарии по принуждению РФ к миру. Инаугурация Путина назначена на 7 мая. Так Париж за три недели до очередного восхождения на престол дает понять Москве, что он не сомневается в том, что инаугурация состоится, но расценивает такое, как глупый шаг и точку невозврата. Кремлевцам в последний раз предложили основательно подумать, прежде чем это делать. В подтверждение решительности французский суд конфисковал виллу Сюзанна в Биарице у Бискайского залива, принадлежащую Артуру Очеретному, мужу бывшей жены Путина Людочки. Конфискацию произвели на основании того, что Очеретный не захотел предоставить доказательства, что купил виллу на законные трудовые доходы. Очеретный давно мог показать справки о своих доходах в РФ, но кремлевцы посчитали унизительным для братвы что-то доказывать, особенно после того, как три года назад запретили с 1 января 2022 года поставлять шампанское в Намосковию под брендом «Шампанское», потому что настоящее шампанское делают исключительно в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму. Французов обязали рисовать на бутылках кириллицей игристое вино, а в качестве жеста доброй моли разрешили рядом написать «Шампанское» латиницей. История с шампанским стала плевком не только в национальную гордость французов, но и в адрес бюрократии Евросоюза, которая 10 лет систематизировала национальные бренды и сочиняла инструкции. Это был довесок ультиматумов Лаврова к НАТО – собирать манатки и валить подальше. Медведев тогда в очередной раз потребовал переименовать в Намосковии кофе Американо в Русиано. Об этом даже сняли видеоролик. Неудивительно, что кремлевцы запретили очередному носить справки во французский суд. Неудивительно, что суд оперативно передал 17 апреля решение конфискации виллы во французские СМИ. В связи с тем, что в решении упоминалась Люда Путина, то Песков уже 18 апреля стал рассказывать французам о священности частной собственности, но обошелся без экскурсов в историю французской революции и даже не вспомнил о большевиках. Лавров тоже забыл о своих ультиматумах декабря 2021 года и стал божиться, что РФ никогда не хотела воевать с НАТО. Песков на удивление был лаконичен, что показало. В Кремле понимают – дело не в Фазенде, а в войне Москве против Украины и в инаугурации Путиных. Насколько хорошо понимают, можно судить потому, что российская эмиграция, в том числе отставной разведчик во Франции Жернов, опять начала усиленно обсуждать, а кто бы нам замочил Путина, причем побыстрее. В Варшаве решили подыграть хорошим русским и стали рассказывать о том, как спецслужбы РФ готовили в Польше покушение на самого Зеленского. СБУ все подтвердило и хорошие русские стали мечтать о бомбе, которую Пентагон сбросит на либузин и бункер с Путиными. Потому что треп про шарфик с табакеркой вместе с холодильником профессора Соловья не вызывают интереса. Нужно что-то новенькое. Теперь хорошие русские оправдываются, что не могут замочить Путиных, потому что их усиленно охраняют и все надежды только на Вашингтон. Так они в десятую годовщину начала разговоров о шарфиках и табакерках признали свою импотенцию. Революции в Намосковии не хотим и даже заговор организовать не можем. На политической могиле российской оппозиции можно струей написать «не могли и не хотели». Забавно, почти все эти человеки в молодости наотлично сдавали экзамены по марксизму-ленинизму и рассказывали, как правильно делать революцию. Некоторые даже служили в КГБ ФСБ и понаделали революции с контрреволюциями по всей планете. Мечтания хороших русских о бомбовом ударе Пентагона по Путину, кроме поиска новизны, имеют еще две причины. Во-первых, созерцание обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем. Во-вторых, хорошие русские и раньше говорили, как было бы хорошо, если бы украинцы сбили самолет с Путиным, порадовались бы вместе. Такие разговоры хороших русских бесят профессора Соловья, и он подозрительно часто стал гневно требовать от эмигрантов определиться, они украинские политики или российские. Если российские, то негоже желать поражения своему отечеству. Так поучает профессор, который сам цитирует и даже копирует Ленина. Нервозность профессора наводит на мысль о зарождении в околокремлевских кругах здоровой конкуренции, кто раньше замочит Путина и возьмет ответственность на себя. Соловей нервничает, потому что если это сделают эмигранты с украинцами, то ему ничего от победы не достанется и придется отвечать на неудобные вопросы. Только профессор не учитывает вариант, что Путина могут замочить таджики вместе с ИГИЛ Харасан, а в Вашингтоне скажут «Мы вас предупреждали, не надо было отрезать людям уши». На мысль о зарождении такой конкуренции наводит не только нервозность соловья, но и то, что никто из Путиных не слетал посмотреть на наводнение за Уралом и лично заложить мешочек с песком в дамбу, погладив в поголовке детишек. Если во время потопа новоизбранный царь не с народом, то это не грубая ошибка имиджмейкеров, такое исключено. А коллективное решение не выносить Путиных за пределы Московской области. Опасаются точно не того, что Володьку любовно забросают камнями в Оркске, а ликвидации профессионалами из школы бывшего КГБ. После того, как на митинге пролетарии освистали, забросав камнями Якова Свердлова по прозвищу «Записная книжка Ленина», подобные эксцессы исключены. Путин ест уху только с проверенными рыбаками и жмет руку только испытанным рабочим и крестьянкам. Одновременно с французскими публикациями о конфискации виллы бывшей путинской жены, в британском «Экономисте» 17 апреля появился материал по украинской теме о наличии в ВСУ дронов с дальностью полета 3000 км, которые способны доставать до Урала и Сибири. Это дает новую информацию для размышлений к хорошим русским об украинских дронах, которые найдут Путина не хуже, чем бомба от Пентагона. Но есть и другой интересный аспект. В марте этого года Кремль обратился в высокий суд Лондона с иском о выплате страховыми компаниями 436 млн долларов в связи с подрывами труп Северного потока. Основным страховщиком была британская Ллойд, перестраховщиком американская Арка – две очень респектабельные компании. В итоге 18 апреля коммерсант с прискорбием известил, что суд в выплате страховки отказал, так как подрывы были прямо или косвенно связаны с военными действиями, а страхование от них не входило в условия договора. Версия о подрыве украинцами, запущенная немецкими газетами осенью 2022-го и отчасти поддержанная Москвой, оставила РФ без 436 млн премии. Если Кремль реанимирует свои версии о подрыве труп американцами, британцами, поляками или норвежцами, то результат будет еще более интересен. Поэтому Дания и Швеция заявили об окончании расследований и передали право вынести вердикт Германии. Легко представить, с каким удовольствием Олаф Шольц просчитывает, в какой момент выложить свою козырную карту следом за Макроном. Эммануэль Макрон сделал три сильных информационных хода. Дата юбилея высадки в Нормандии совпадает с первым днем начала голосования на выборах в Европарламент, которые продлятся до 9 июня. Отказ Франции приглашать на юбилей Путиных – хороший повод обсудить при подготовке российско-украинскую войну и позиции стран Евросоюза. Макрон свою позицию обозначил, когда призвал Европу направить солдат на помощь Украине. Оппонировать Макрону будет Орбан. 19 апреля в Брюсселе он заявил, что Евросоюз хочет втянуть европейцев в Третью мировую войну. На венгерская хата с краю и мадьяры в этом не будут участвовать, пока у руля партия Орбана. Поскольку такие предвыборные дебаты невозможны без участия украинцев, то 19 апреля Ермак и Сиярта сообщили, что они уже договорились свести на стадионе 22-28 апреля Орбана и Зеленского. Так что неврастейники могут расслабиться, пока не пройдут выборы в Европарламент и саммит мира в Швейцарии, то никакие майдановцы и парохоботы не утащат на стадион всенародно любимого кумира и там не съедят. В связи с тем, что после начнется процедура принуждения Москве и к миру, то и после саммита ничего подобного не произойдет. Третий сильный ход Макрона – напоминание Москве о традиции прекращать войны на время Олимпиады. Песков уже пробувнил, что это невозможно, потому что за две недели перерыва на Олимпиаду армия Украины так усилится, что армия России не сможет ее сдержать. Если не невозможно, то у французов появляется основание не пускать в Париж специалистов по подмене баночек с писяками, мельдониевых физкультурников из РФ и БССР, даже под нейтральным флагом. Представлять Москве в Нормандии, скорее всего, будет лауреат Нобелевской премии мира, бывший редактор новой газеты, с которым Макрон беседовал 19 апреля в Елисейском дворце, а не Юля Навальная. Очевидно, в Нормандии будет еще и кто-то из сражающейся оппозиции. Профессору Соловью остается только удариться головой об холодильник. Кроме предупреждений Франции о том, что инаугурация Путина – это шаг в никуда, кремлевцы получили аналогичные предупреждения от НАТО и США. Слова Столтенберга 19 апреля на заседании Совета Украина-НАТО, восстановленного саммитом в Вильнюсе после фактического распуска в 2020-м о праве украинцев сбивать военные самолеты Москвы в «Раша-небе» были восприняты уже даже Москвой как нечто само собой разумеющееся. Столтенберг даже не сделал оговорку, каким оружием можно сбивать. После падения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Краснодарском крае это потеряло всякий смысл. Предостережение США появилось 20 апреля в форме одобрения помощи Украине от Палаты представителей и разрешения направить замороженные 30 миллиардов на помощь. Интересны два аспекта. Первый. За разрешение конфисковывать российские активы проголосовало 360 конгрессменов. Это больше чем 311 голосов, отданных за выделение помощи в 61 миллиард. Против соответственно 58 и 112 конгрессменов. Второе. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что снаряды и оружие можно передать в СССР через неделю после решения Конгресса, потому что все это уже находится на складах в Европе. Пентагон подтвердил. Это было указано 19 апреля на Совете Украина-НАТО, где ЦРУ и Пентагон убеждали всех быстрее прекращать марафон с голосованием. Американский марафон прекратился синхронно с украинским о мобилизации. Похоже, Белый дом ждал принятия закона о мобилизации, как сигнал банковой, что она будет продолжать сопротивление РФ, а не задавать вопросы, почему Украина еще не в НАТО, и искать Стамбул-2. И вот это вот все. Напоминает то, как глава грузинской мечты Ираклий Гарибашвили поставил ультиматум Евросоюза. Как только Грузию примут в ЕС, в тот же день мечта отменит или перепишет закон об иноагентах. Песков на предостережение США вяло пробубнил, что в РФ, якобы, много американской собственности, и теперь все это конфискуют. Песков вряд ли сам в это верит. В РФ есть активы граждан США, а не государства. Симметричным ответом станет конфискация активов граждан РФ в Америке, могут найти золото КПСС, а также оформить разрыв дипотношений. Для кремлевцев это как ядерный удар. И Песков не может не догадываться, что о шарфике и табакерке в этом случае задумается даже группировка профессора Соловья. Поэтому Песков больше сосредоточился на том, что на поставке вооружения Украине обогатятся сами США. А вот украинцы будут только умирать на войне. Кто напал на Украину, Песков не признался, как и не сказал, насколько РФ обогатилась на этой войне и почему в Намосковии дефицит яиц. Песков слишком умен, чтобы тиражировать миф о том, что половина кур проживала в Белгородской области, и всех их поубивали укронацисты. Современная война – очень затратное занятие. Поэтому Трамп прямолинейно, а Байден дипломатично говорят странам ЕС, что им надо выделять минимум 2% ВВП на оборону. Эстафету принял Туск и заявил, что в 2025 году, когда Польша будет председательствовать в ЕС, он добьется того, чтобы все выделяли по 2,5%. Туск включается в предвыборные дебаты Макрона с Орбаном и шлет польское предостережение Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok